Здравствуйте! В студии Игорь Буренко. В выпуске говорим о важных событиях, известных нам к этому часу. В Одессе бывший военный с арсеналом гранат чуть не взорвал полицейских. Мужчину пытались задержать по подозрению в двойном убийстве, но увидев правоохранителя, он взял гранату и даже выдернул чеку. Больше часу угрожал взорвать и себя, и полицейских пока не сдался. Подробности далее. Одесса в 8 утра. Дом в обсерваторном переулке окружила полиция, а рядом со входом дежурят спецназовцы. Местных жителей эвакуируют, но ничего не объясняют. В квартире на первом этаже засел участник АТО, вооруженный гранатами. Утром мужчину пытались задержать по подозрению в убийстве, но сдаваться он не пожелал. Сотрудники полиции из Мариуполя проводили оперативные мероприятия по его задержанию. И то есть, когда они вошли в эту квартиру, которую он снимал, хотели его задерживать, то он угрожал двумя гранатами, держа в руках РГД-5. Через окно квартиры с военным начали переговоры. Правоохранители уговаривали его сдаться без боя. Спецназовцы тем временем готовились ко штурму. Через полтора часа разговора мужчина сдался. Прямо через окно военный передал силовикам свой арсенал гранаты РГД-5 и Ф-1. В общем, пять штук. Сейчас мужчина задержан. Как сообщили в Донецкой полиции, его подозревают в двойном убийстве в Марьинке. По мнению следователей, в начале декабря боец убил местную пенсионерку и ее сына. Преступление якобы совершил ради денег. Александр Полуев, Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал. Нардепы-одесситы не проголосовали за усиление санкций против России. Верховная Рада Украины решила обратиться к парламентам стран ЕС с просьбой продлить и усилить санкции против Российской Федерации за организацию терактов в нашей стране. Соответствующее постановление поддержали 239 народных избранников. 67 не голосовали вообще и двое воздержались. Из-за деситов законопроект поддержали только четверо нардепов Александр Урбанский, Павел Унгурян, Евгений Дейдей и Сергей Фаермарк. Отказались голосовать Алексей Гончаренко, Дмитрий Головов и Леонид Климов. Все остальные депутаты от Одессы отсутствовали на парламентском заседании. Сотрудники морской аварийно-спасательной службы уже год не получают зарплату. Государственное предприятие находится в состоянии ликвидации. Долги растут, а надежды почти не осталось. Подробности у нашего корреспондента. Госпредприятие морскую аварийно-спасательную службу хотят ликвидировать. Но 19 человек по-прежнему остаются на нем работать. Морская аварийно-спасательная служба была создана более 75 лет назад. Занималась она поиском и спасением людей. И судов в море. А также ликвидацией разлива в нефти и нефтепродуктов. За столько лет все изменилось. Свет отключили, воду отключили, туалеты не работают, тепла нет. В архиве работаем с мобильниками. Сделал что-то, погрел немного руки, потер, еще что-то сделал. В здании у моря нет ни коммуникаций, ни материальной поддержки. Осталось только желание работать. Потому что я не могу бросить. Я человек, который в морском транспорте уже много лет. Тем более, что я чувствую ответственность, что я старый работник, я знаю, где документация. Вся переписка по зарубежным судам. За невыплату зарплаты сотрудники подали на госпредприятие в Приморский суд. Иск удовлетворили. Исполнительная служба должна вернуть сотрудникам зарплату, которую целый год начисляли. Но на руки так и не дали. А вот пенсионный фонд продолжает высчитывать реальные деньги с виртуальных зарплат. Я пошел в пенсионный фонд и спросил там инспектора, почему у меня на войну высчитывают 300 гривен с пенсии. На что она мне сказала, что вы работающий пенсионер, у вас типа зарплата должна, ну, идет у меня там 5300, 5200, что-то с копейками. Вы такие, за такую зарплату вам насчитывают, и вы еще имеете право говорить о том, что вас 300 гривен снимают на войну. Более пяти лет назад государство перестало финансировать предприятия. Морская служба начала самостоятельно заботиться о себе. Какое-то время флот приносил доходы. Теперь же нет заработка и есть долги. Государство решило ликвидировать предприятие. В здании спасательной службы проходит инвентаризация. Порядка 13 миллионов здесь все это оценивается. Еще старое оборудование, к сожалению, суда, в основном, которые поступали сюда, то есть на сегодняшний день за 30 лет. И оборудование тоже где-то приблизительно так. К сотрудникам спасательной службы приехал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков. О проблеме знает, обещает помочь. Будем искать на сегодняшний день, назовем это так просто, донора, какой-то либо субъект, вероятно, государственный, потому что бюджет наверняка денег нам опять не даст, для того, чтобы дать какую-то разовую помощь этому предприятию, чтобы сдвинуть с места задолженность по заработной плате. К концу этого года замминистра пообещал сотрудникам спасательной службы начать выплату зарплат. Встреча в Киеве с министерством инфраструктуры и представителями госпредприятия запланирована на следующий вторник. За ситуацией продолжат следить Ольга Голодова, Сергей Чумаков и Весь Седьмой канал. Трасса Адис-Рейни попала в десятку худших дорог Украины. Таковы результаты мониторинга Украавтодора и средств массовой информации. Напомню, о этой дороге более полувека. За такое продолжительное время эксплуатации она исчерпала свой ресурс и нуждается в ремонте. По оценкам экспертов, 60 километров дорожного полотна находится в аварийном состоянии. Еще более 200 нуждается в текущем ремонте. Трасса Адис-Рейни – единственная дорога, которая соединяет юг Украины с Европой. Чтобы привести дорожное полотно в порядок, необходимо около 2 миллиардов гривен. Первое похолодание. До минусовой температуры и в Одессе уже есть пострадавшие от гололеда. Печальную статистику этого сезона открыли легковушка и грузовик. Они столкнулись утром на Бугаевской. Груженой косметикой фургон перевернулся, но, к счастью, сильно никто не пострадал. На месте события побывала и наша съемочная группа. Грузовик и легковушка столкнулись сегодня с утра на улице Бугаевская. Ехавши со стороны Дальницкой в сторону автовокзала «Деу Ланос» занесло на повороте. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с грузовиком «Фотон», отчего тот перевернулся. Участники ДТП говорят, что причина аварии – гололед. Дело в том, что еще две недели назад выше по улице прорвало водопроводную трубу. Вода здесь стекает до сих пор. Сегодня ночью подморозило, и результат перед вами. На место сразу прибыл экипаж патрульной полиции. Вызов поступил в 9.18. Буквально в течение 10 минут мы прибыли на место. Сразу составляем схему ДТП. В дальнейшем будет разбираться уже дознание. За рулем «Деу Ланоса» была девушка Лиля. Несмотря на большую гематому на голове, уверяет – чувствует себя хорошо. В связи с гололедом машину занесло. Чуть позже девушке стало плохо. Ее увозит скорая. Второй участник ДТП – водитель фургона – не пострадал. Как выяснилось, в грузовике косметика и парфюмерия больше, чем на 200 тысяч гривен. Переживает за сохранность груза. А вот и сам источник проблемы. Течет совсем тоненькой струечкой. Но если дыру не заделают в ближайшее время, то при стабильной минусовой температуре кусок бугаевской превратится в ледовый каток. И тогда сегодняшнее ДТП точно не будет последним. Сергей Бандур, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Одесситы могут бесплатно получить базовые навыки программирования. В нашем городе в рамках всеукраинской акции «Текнологи Нейшн» 3 марта на базе одной из библиотек открывается Центр обучения. Это инициатива, которая позволит в течение следующих трех лет больше, чем 100 тысяч украинцев, которые мы хотим вовлечь в этот проект, получить бесплатно в течение трехмесячного курса знания по основам программирования. Регистрация на обучение уже стартовала. Для участия вам надо всего лишь заполнить анкету на сайте организатора. А по словам Владимира Люльки, всего за неделю уже зарегистрировалось около 13 тысяч желающих. Обучение начинается 1 марта 2016 года. Это старт 22 областных центров. Откроется по одному учебному центру на базе обычных общественных библиотек. Мы специально взяли библиотеки, чтобы вернуть им славу Центра знаний. Для начала откроют 22 группы по 15 человек. А к концу 2016 года планируют увеличить их количество до 100. В нашей области помимо Одессы хотят открыть Центр обучения еще и в Белгороде-Днестровском. Помогите вернуть ангелов домой. Одесса присоединилась к всеукраинской акции в поддержку жителей Востока Украины. Придумала ее 10-летняя луганчанка. Маленькая Полина считает, что война началась, потому что все ангелы покинули ее город и просят вернуть их обратно. На просьбу девочки уже отозвались жители нашей Одессы. Буквально через несколько дней десятки фигурок и картин с изображением ангелов отправятся в музей города Кременея, что в Луганской области. Дорослі вирішили допомогти дівчинці здійснити її мрію і вирішили створити музей, який називається музей на крилах. І звернулися до всієї України, щоб діти з усієї України, дорослі майстри декоративно-прикладного мистецтва надіслали ангелят, які вони зробили своїми руками. Дівчинка просить ангелочку, ви хочете, щоб до Луганського музею їх відправили, то ми відгукнулися. Якщо ангели туда злетяться, то може і правда закінчиться цей безлад на Донеччині і Луганщині. Дякую за перегляд! Через два часа оставайтесь седьмым.